Похвальная беседа о святых мучениках Иовентине и Максимине, пострадавших при являне отступники. Недавно собирал нас здесь блаженный Вавило с тремя отроками. Сегодня двоица святых воинов поставила в строю воинство Христова. Тогда фетверица мучеников, а теперь двоица мучеников. Различен их возраст, но одна вера. Не одинаковы подвиги, но то же самое мужество. Те древние по времени, эти юны и недавно убиты. Такова сокровищница церкви, в ней есть и новая и старая жемчужина. Но одна красота у всех. Не увядает святых, не пропадает от времени. Этот блеск по своему свойству не допускает ржавчины старости. Вещественное богатство проходит и уступает продолжительности времени. И одежда изнашивается, и домы разрушаются, и золото ржавеет. И всякого рода чувственное богатство истребляется временем и пропадает. В сокровищах же духовных не так. Но всегда и во всем мученики остаются в одинаковом цвете и юности, сияя и блестая славой собственного света. Зная это, и вы не почитаете иначе древних, иначе новых мучеников. Но всех их почитаете и принимаете с одинаковым усердием, с одинаковой любовью, с одинаковым расположением. Вы не время исследуете, но ищите мужество, благочестие душевного, веры непоколебимой, ревности окрыленной и горячей. Такую, какую показали собравшие нас сегодня. Они так кипели любовью к Богу, что возмогли без гонения украситься венцом мученичества, без сражения поставить трофей, без войны одержать победу, без борьбы получить награду. А как, я скажу. Но позвольте мне начать рассказ немного выше. Был в нашем веке один царь, превзошедший нечестью всех бывших прежде, о котором и я недавно беседовал с вами. Этот царь, видя, что обстоятельства наши становятся блистательными от этого, то есть от смерти мучеников, и что не только мужи, но и нежные дети, и не знавшие брака девы, и вообще всякий возраст и каждый пол, стремятся на смерть из-за благочестия, терзался и досадовал, и не хотел открыто провозгласить войну. Все, говорил он, как пчелы на сот полетят на мученичество. Это узнал он не от другого кого-нибудь, но от своих предков. В самом деле и властители воевали против церкви, и народы непрестанно восставали, когда еще мало была искра благочестия. Однако они не погасили ее и не погубили, но сами они погибли. А искра-то, увеличиваясь, поднялась на высоту и объяла всю вселенную. Тогда как все верные были убиваемы, сожигаемы, низвергаемы с утесов, потопляемы в море, отдаваемы диким зверям. Они попирали угли, как грязь, на моря и волны смотрели, как на луга, стремились к мечу, как к диадеме и венцу, и посрамляли всякого рода мучения, перенося их не только мужественно, но и с великой радостью и охотою. Как растения скорее растут, будучи орошаемы, так и вера наша, подвергаясь нападениям, более цветет и, испытывая гонения, более умножается. И не столько водная влага обыкновенно делает сады светущими, сколько кровь мучеников напояет церкви. Зная все это и больше этого, то царь боялся открыто поднять на нас войну, чтобы, говорил он, не доставить им возможности воздвигать постоянно трофеи, одерживать непрестанно победы и украшаться венцами. Что же он делает? Посмотрите на его коварство. Всем врачам и воинам, и софистам, и риторам он повелел или отказаться от своих должностей, или склятвой отречься от веры, издали таким образом, направляя против нас войну, чтобы, если они уступят, поражение их было достойно смеха, из-за того, что они не предпочли благочестия богатству. А если мужественно устоят и преодолеют, то победа не была бы совершенно блистательной, и трофей не был славен, так как невеликое дело пренебречь искусство и ремесло для благочестия. И на этом одном он не останавливается. Но если кто в прежние времена, когда были благочестивые цари, или не спровергал жертвенники, или разрушал капище, или брал жертвы, или сделал что-нибудь подобное, то был он привлекаем в судилище и убиваем, и не только сделавший что-нибудь подобное, но и только обвиненный в этом. Множество других разнообразных предлогов придумывал он, чтобы погубить всех, живущих в благочестии. И все это он делал, желая помрачить венец мученичества, чтобы убийства у него продолжались и умерщвления совершались, а награды мучеников не являлись блистательными. Но в этом он не имел никакого успеха, потому что пострадавшее имеет получить венец, во всяком случае, не по его приговору и не от его злобы, а по суду неподкупному, то есть вышнему. Итак, когда дела находились в таком положении, и царь тот мучился желанием начать войну против нас, и боялся поражения, тогда случилось быть воинскому пиршеству, в котором участвовали собравшие нас сегодня мученики. И как обыкновенно бывает на пиршествах, между множеством разговоров, когда другие говорили об ином, они стали оплакивать настоящие бедствия, ублажали прежнее время и говорили между собой и присутствующими. Стоит ли вообще жить после этого, дышать и смотреть на это солнце, когда попираются священные законы, благочестие подвергается оскорблением, общий владыка тварей терпит бесчестие, когда все наполнилось смрадом и дымом от нечистых жертв, и мы даже не можем дышать чистым воздухом. Не пропусти ты у меня этих слов без внимания, но представь, какое время они были сказаны, посмотри на благоговение говоривших. Если на воинском пиршестве, где бывает цельное вино, пьянство, соревнования в крайнем пресыщении, состязания в невоздержании и беспутстве, они так воздыхали и так плакали, то каковы они были дома, находясь одни между собою, каковы были во время молитв те, которые в самое время пиршества так сокрушались и являлись отца апостольские. Другие падали, а они плакали, иной безбожничал, а они пламенели. Они не чувствовали собственного здоровья по причине болезни братьев, но как бы назначенные общими представителями вселенной, так скорбели и плакали о постигших ее бедствиях. Эти слова их не остались в тайне, но один из участовших этой трапези, коварный и льстивый, желая угодить царю, пересказал ему все, что было говорено. Он же, найдя то, чего давно искал, и ухватившись за предлог, по которому можно было лишить их мученических наград, приказывает взять в казну все их имущество, обвиняя в преступлении за такие речи, и повелел отвезти их обнаженными в темницу. Они радовались и величались. К чему нам говорили не богатство и драгоценная одежда? Даже если бы нужно было для Христа снять и последнюю одежду, самую плоть, то ее мы не пожалеем, но отдадим и ее. Дома их, затем дома их запечатаны были, и все имущество их разграблено. Как люди, намеревающиеся отправиться в далекое отечество, часто посылают вперед деньги, вырученные за дом свой, так точно случилось и с ними. Так как они имели отойти на небо, то наперед отправлено было их имущество. А сами враги содействовали этой отправке, потому что не только в виде милостыни раздаваемого богатства переходило на небо, но и то, которое расхищает враги веры и гонителей, живущих в благочестии. И оно собирается там же. А что последнее не меньше первое, послушай, что говорит Павел. Евреям 10.34 Ибо вы и моим узом сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и неприходящее. Итак, мученики были в темнице, и весь город стекался туда. Хотя ужасы, угрозы и великой опасности предстояли тому, кто пришел бы и беседовал, и сообщался с ними в речах. Но страх Божий отклонял все это, и многие тогда ради них сделались мучениками за общение с ними, презирая настоящую жизнь. При стечении множества людей там совершались постоянные псалмопения, священные всеночные бдения, собеседования, исполненные духовного назидания. И когда закрыта была церковь, тогда темница сделалась церковью. Не только приходившие от вне, но и пребывавшие внутри получали величайшие уроки добродетеля и целомудрие от терпения и веры этих святых. Услышав об этом, царь еще более мучился, и желая довести их до падения и истребить это усердие, подослал к ним злым умыслом некоторых нечестивых и хитрых людей, которые, сидя часто с ними, когда заставляли их одних, и предлагая советы как бы от самих себя, а не по поручению царя, убеждали их оставить благочесть и перейти к нечестию. Таким образом, говорили они, вы не только отстраните угрожающую вам опасность, но и получите большую честь и большую власть, укротив так гнев царя. Не видите ли, что и другие товарищи ваши сделали то же самое, но не отвечали. Поэтому самым мы и будем стоять мужественно, чтобы принести самих себя как бы в жертву за падение тех. Человека любимый у нас владыка, он умеет, принявая одну жертву, примириться со всей вселенной. И нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву тебе и обресь милость твою. Но сокрушенным сердцем и смиренным духом «Да будет, будем приняты!» Даниила 3.38 Так и эти мученики в виде алтари разрушаемыми, церкви запираемыми, священников изгоняемыми, всех верных гонимыми старались принести себя Господу за всех и, оставив воинские ряды, спешили присоединиться к ликам ангельским. Если мы говорили о ней и не умрем теперь, то непременно умрем немного позднее и испытаем то же самое. Лучше же умереть за царя ангелов, нежели за человека столь нечестивого. Лучше поднять оружие за Отечество Вышнее, нежели за Нижнее и ногами попираемое. Здесь, если кто и умрет, не получит от царя ничего достойного своего усердия. Ведь что человек может дать уже умершему? Часто даже не удостоивший погребения его оставляет лежать на добычу псам. А если мы умрем за царя ангелов, то получим тела с большей славой, восстанем с великим блеском и получим гораздо больше трудов, воззаяния и венцы. Итак, возьмем духовное оружие, не нужно нам стрел и луков, не нужно никакого другого чувственного оружия. На все достаточно нам языка. Подлинно уста святых суть колчан. Ими постоянно одни за другими наносятся удару в голову дьявола. 622. Это и подобное этому было донесено царю. Но он не отставал и принимался вновь, предлагая через тех обольщения. Так действовал этот хитрый, коварный и умный на злое дело человек для того, чтобы если мученики, ослабев покоряться, вывести их пред глазами всех и заставить, наконец, принести жертву. А если они неизбежно будут проявлять твердое мужество, неизменно, и доблестно устоят в борьбе, то победа их не была бы видима, а обвинил бы он их и казнил как будто за преступление. Но тот, кто открывает глубокое и сокровенное, не попустил скрыться кознем и остаться коварству невидимым. А как тогда жена египетская, схватившая Иосифа в своей комнате, в великой тишине надеялась укрыться от всех людей, но не укрылась от неусыпного ока, и не от него только, но и от людей, живших после. И что она говорила Иосифу без свидетелей, то возвещается по всей вселенной. Так точно этот царь надеялся укрыться, говоря, в темнице через подослых советников, но не укрылся. Напротив, все после узнали козни, коварство, победу и трофей. Когда именно потрачено было и протекло много времени, и множество дней не ослабило их ревности, но еще более укрепило их усердие и сделало очень многих подражателями их, царь, наконец, повелевает в полночь отвезти их на место казни. И выведены были эти светильники среди мрака и обезглавлены. Тогда головы их делались еще более страшными для дьявола, нежели когда они издавали голос, подобно голове Иоанна, которая была не так страшна, когда говорила, как тогда, когда безмолвно лежала на блюде, потому что и кровь святых имеет голос, не ушами слышимый, но охватывающий совесть убийц. После блаженной кончины мучеников, те, которые подвергают собственной жизни опасности, стремятся к приобретению таких останков, унесли этих героев и сделали сами живыми мучениками. Хотя они и не были обезглавлены, но они наперед, решившись потерпеть это, устремились на приобретение тел мучеников. Бывшие при этом и удостоившиеся видеть эти новоубиенные тела говорят, что когда они перед погребением лежали друг против подли друга, то на лицах их сияла такая благодать, какая, по словам Луки, была у Стефана, когда он имел защищаться перед иудеями. И не было никого, кто предстоял бы тогда перед ними без страха. Так самый вид поражал всех взиравших, и все взывали словами Давида. Любезные, согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Второе царство, 1.23. Они вместе были исповедниками и жили в темнице, и отведены на место казни, и сложили голову, и одна гробница содержит тела обоих, равно как и одна обитель примет опять эти тела на небесах, когда они будут восхищены с большей славою. Этих мучеников достойно назвать и столпами, и скалами, и башнями, и светильниками, и вместе тельцами. Как столпы они поддерживают церковь, как башни ограждают ее, как скалы отражают всякое нападение, доставляя великую тишину находящимся внутри. Как светильники они отогнали тьму нечестия, и как тельцы душой и телом с одинаковой ревностью влекли благое Иго Христова. Будем же постоянно приходить к ним, прикасаться к гробнице их и с верой обнимать их останки, дабы получить отсюда некоторые благословения. Как воины, указывая на раны, полученные ими от врагов, с дерзновением беседуя с царем, так они, неся на руках отсеченные головы свои и выставляя их на вид, легко могут получить все, чего не пожелает от царя небесного. Итак, с великой верой, с великим усердием будем приходить туда, чтобы и от вида этих святых памятников, и от мысли о подвигах, и от всего, получив много великих сокровищ, могли мы настоящую жизнь провести согласно с волей Божией, и в ту пристань приклыть с великою прибылью, получить царство небесной благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.